Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Вас приветствует Булиген Толкновоспавич, профессор кафедры госпитальной детской хирургии Министерской университетной семьи. Сегодня мы с вами хотим поговорить на тему острый панкретит. В процессе лекции мы хотели с вами рассмотреть определение эпидемиологии, этипотегенез, классификацию, основное клиническое проявление, диагностику и лечение данной патологии. На сегодняшний день острый панкретит считается острым воспалением поджурженной резы с различным вовлечением в окружающие ткани или отдалённых систем организма. Заболеваемость данной патологии в мире неуклонно растёт, варьируя в пределы от 200 до 800 человек на миллион населения. По данным источников, заболеваемые на 100 тысяч населения составляют США 18, Германия 17, Финляндия 73 человек. В Российской Федерации данная патология составляет около 42% в структуре ургентное хирургическое заболевание в уровне брюшной полости. Следует отметить увеличение в последнее время деструктивным форм данной патологии. Основными логическими факторами данной патологии являются злоупотрение алкоголя, желчекаменная болезнь, различные травмы, манипуляции на пожурженной резе, лекарственные препараты, вирусные инфекции, урожённые аномалии, анатомическая аномалия пожурженной резе в виде разделённой пожурженной резе, рак головки пожурженной резе и кисты протоковой системы. На сегодняшний день, по данным источников, острый алкогольный алиментарный панкреат составляет почти 55% заболеваний. Острый билиарный панкреатит, развивающийся на фоне желчного реферса при общей ампуле, общей желчной протоке и главной панкреатитской протоке, а также при наличии дивертикулов, папиритов, аписархоза, то есть в глистной вазе, составляет 35%. Острый травматический панкреатит, вследствие травмы железы, в том числе операционные или постсеренческие ампулеи, ампулеи, составляют до 4%. По другим флористским формам, причин мы, как отмечены, отмечили в это, может быть аутоиммунные процессы, сосудистая неустаточность, воскулиты, лекарственные препараты, особенно следует отмечить приём гипотезидов, стероидных, несероидных гормонов, меркапта, пурина. Также следует отмечить фиксируемые заболевания, как вирусы, ампоратиты, гепатиты, ацета, мегаловирусная инфекция. Следует отмечить особую роль в этиологии заболеваний, различные аллергические заболевания или факторы. Также могут способствовать развитие заболеваний дисгормонального процесса при беременности, на менопаузе. Также следует отмечить развитие заболеваний на фоне заболеваний в ближайших органах, это на фоне гастродуденитов, пенетрирующих язв, окули, гепатобилярно-панкреатической зоны. Одним из частых причин, как мы отметили, является заболевание сострожелчного пузыря и билярного тракта. На слайде представлено съемматическое изображение патогенеза, острый панкреатит, билярный генеза. Это прежде всего связано рефлюксом желчи панкреевский проток или обтурацией панкреевского протока камнями, слизью и т.д. Этапы развития воспаления. Прежде всего это всегда отметят активизация трепсина или оцинал на клетках. Второе. Воспалительные изменения внутри железы и экстра-панкреатические воспалительные изменения за пределы железы. На слайде представлено съемматическое изображение типов панкреатитов. Вверху указано нормальное строение железы, схематическое, внизу указанного типа. При первом типе панкреонекроза отмечается активизация выделения ферментов, самопереваривание жировой ткани, сосудов, оцинал на клетках и протоков. При втором типе предуктальный некроз, при третьем типе некроза отмечается диссимилированный оцинал на некроз. Следует отмечить, что при панкреонекрозе выделение провоспалительных садокинов-медиаторов формирует развитие синдрома системы воспалительной реакции, которое обославливает развитие органной или полиорганной сочности. Она характеризуется следующими проявлениями. Повышение температуры до 30 восьмилей, снижение ниже 36, ЧСС выше 90 ударов в минуту, частота дыхательного движения больше 20 минут, или снижение порциального давления уголки кислого газа ниже 32 мм водно-ртутная столба, увеличение ликоцитов более 12 тысяч, или снижение ниже 4 тысяч, или проявление более 10 юных форм. При данной патологии часто развивается острый респираторный дистресс-синдром. К этому способствует увеличение проинцаемости авиалярно-капиллярного барьера, повреждение эндотелии сосудов, авиалярные петели, которые приводят авиалярно-интернациональному отёку и гипоксии. На представлении ремианграмме отмечены признаки дистанционального отёка лёгких. При данной патологии развивается так называемый абдоминальный компартный синдром на фоне повышения внутреннего брюшного давления. К этому может способствовать наличие жидкости брюшной полости, малом сальнике за брюшном пространстве, кишечнике и желудке, динамическая болезнь кишечника, отёк эвестеральных органов и сопротивление брюшной стенки. По степени увеличения внутреннего брюшного давления отмечаю следующие его градации абдоминальным компартным синдромом. При первой степени внутреннего брюшного давления повышается до 15, при второе до 20, при третьей до 25, а при четвертой степени компартного синдрома свыше 25 миллиметров оттутных салва. Также всегда отмечают частое развитие легочной насаженности на фоне компартного синдрома, которое является следствием распадения альвеол, развития материктаз, уменьшение функциональной емкости легких, снижение эффективности дыхания, которое приводит в метаболизм насажение ацидоза. Также развивается сердечная сосудистая на фоне компартного синдрома, которое является следствием замедления кровотока по нижней половой вине, уменьшение возврата веноза крови в сердце, снижение сердечного образа, возрастание периферического сопротивления, которое приводит к ишемии и метаболизм почечной источенности, которое развивается вследствие издавления полинхемии сосудов почек, снижение кровотоком и фидерационного градиента, которое проявляется аллегорией, анурией и азотемией. Также отсюда отмечу поражение других органов со стороны печени, кишечника, центральной нервной системы. Касательный классиказ данной патологии по форме заболевания различает отечный инфицициальный панкреатит, стерильный панкреатикоз, который появляется в виде жировой, геморрагической или смешанной формы и инфицированный панкреатикоз. По распространенности различают ограниченные воспаления, то есть на уровне головки, тела и хвоста, которые могут быть мелкоочуговыми, крупноочуговыми. Также отмечают распространение локальное и распространенное в виде субтатального поражения. Могут возразить следующие отложения данной патологии в додинфекционную фазу, то есть стерильную фазу. Из местных осторожно всегда отмечают парапанкреатический инфекрат, в виде аментабурсита, объемный жиркостного образования, заброшенной локализации. Также асимптическое динфекционное флегмон заброшенной клетчатки, парапанкреальные, околоободочные, паранефральные и тазовые. Также могут развиться филементатин перитонит. Также развивается стерильная псевдокиста. Еще могут быть грозные осторжения в виде аразивного кровоочистения внутреброшной или желудочек шествующего тракта. Стихическую фазу могут развиться следующим осторжением. Первое это септическое некротическое флегмон заброшенной клетчатки, паранкреальные, околоободочные, паранефральные и тазовые. Панкредиен абсцесс заброшенные или адоминальные. Фибринозный гнойнеперитонит, инфицированная псевдокиста, внутреннюю наружность вещей и аразивное кровоочистение в брюшную полость или желудочек шествующий тракт. Из системного сложения это отметит панкредиеновый шок, септический шок и полиорганная несаженность. В степени тяжести отличаются следующие. При легкой степени заболевания соответствуют отечественной форме панкредиотики, при этом отсутствии признаки панкроникроза или орган или полиорганной достаточности. При стрительной степени тяжести заболевания развиваются признаки органной или полиорганной несаженности или проявление очаговых панкроникроза. То есть в виде панкреатической инфитрата, псевдокиста, ограниченной инфицированной панкреонекрозы или абсцессов Или проявление полиароганной слощенности до 48 часов При панкреатите тяжелой степени она характеризуется в первую очередь развитием признаков инфицированной панкреонекрозы И развитием полиароганной слощенности длительностью более 48 часов Но иметь ввиду, диагноз острого панкреатита по степени тяжести на слоу становится по факту ЗШ и законченном случае заболевания Диагностика данного заболевания, прежде всего, опирается на клиническое проявление Характерна триада Мандора Туда включается болевой синдром опоясающего или тяжещего характера Многократно неукротимое, не произносит облегчение рвота и метеоризм Также вот характерны патогономические симптомы данного заболевания Симптом Мандора, Креа Тернера, Гуринвальде В позднем сроке заболевания цианоз лица может смениться яркой гиперемией Так называемой каликрииным лицом Местные симптомы Это прежде всего зути живота на фоне динамической кишечной проходимости Симптомы Кёрты, Мея Робсона, Лоскасенского Явно припирменная инфетрат и пегастры Мышечное напряжение Симптом Щёткина Блинберга Притупление в отлоге местах При аскультации отмечается ослабление или полная тишина на уровне вверхной стенке Из лабораторных анализов следует отметить гиперликацитоз Гиперамилазимия в начальной стадии Гиперамилазимия и гипокальцимия при панкероникозе Гипергликемия, гемоконцентрация, повышение трансалиназ и нарушение молотно-летроидного нарушения Следует отметить особое значение от повышения прокальцитонии свыше 0,8 мг на мл Которое характерно именно для инфицированного панкероникроза Также следует отметить уровень среактивного белка и кальция Клинические признаки тяжелой формы астропанкратита Это в первую очередь заторможенность или возбуждение Гиперамилазимия или мрамор с кожным покровом Признаки синдрома системы воспроизоляции Снижение артериального давления ниже в 100 мм трут на столбах Повышение гемоглобина более 150 г на фоне гемоконцентрации Снижение диуреза менее 250 мл за последние 12 часов Повышение глюкозы, наличие ферментативной перитониты На слайде представлены интроперсонные признаки жирового панкероникроза Здесь указаны признаки геморрагического и гнойного панкероникроза Одним из основных инструментальных методов диагностики данной патологии является ультразвуковое исследование Которое помогает для выявления билиарной этиологии То есть патологии состраживающих водящих путей Которое помогает для выявления свободной легости брюшной полости А также непосредственно единичать со стороны пожилочной лизы В виде размера, увеличения размеров, повышения гемогенности и т.д. На сегодняшний день золотым стандартом диагностики данной патологии является компетентная томография органов брюшной полости Которая дает точные данные до 90% Данное исследование позволяет получить распространённую информацию о состоянии пожилочной лизы и различных областей заброшенного пространства Особенно при панкероникрозе Некротическое поражение пожилочной лизы Зарядётся уже в течение 24-48 часов от начала заболевания К 4-м суткам от начала заболевания Чётко обозначаются зоны инструкции С последующими незначительными изменениями Что следит об окончании формирования некроза На сайте представлены КТ-признаки отечественного генитационального панкреатита Который характеризуется Диффузовым или очаговым увеличением железы Гомогеном конденсированным полинхимом Отсутствие ретро- и парапанкреатических воспалительных изменений Также в жидкостных скоплениях Парапанкреатических пространств Отсутствие тканевого компонента Который является маркёром парапанкреатической некрозы Здесь также в стрелке указаны КТ-признаки отечественного панкреатита Одним из основных методов диагностики панканекроза является также КТ-критерия С помощью томографии мы можем определить наличие и распространённость панканекроза То есть здесь вот на слайде указанного признаки панканекроза То есть амертевшая ткань железы в отличие от железоспособного полихия не накапливает контрастное вещество Также на равне КТ можно использовать МРТ органов брюшной полости Преимущество МРТ перед контрастной комбинатомографией является следующее Это лучшее реализация дифференциации мягкотканных и жидкостных образований Более точных диагностических состояний бильярдного тракта и панкреатического тракта А также меньшая лучевая нагрузка на медперсонал На слайде представлены признаки от панканекроза по данным МРТ Теперь переходим к лечебной практике объёма лечения при данной патологии Лечебное мероприятие в ранней фазе тяжёлого панкратита, то есть в первой неделе Оно как бы направлено на следующее Это прежде купирование проявлений синдрома системы воспалительной реакции Профилактика лечения органа и подорганной недостачности Профилактика распространения парапанкратического осложнения И профилактика инфицирования Комплекс консерктивной терапии у больных тяжёлой формы в острой панкратите В отдельной реакции включает адекватное обезболивание Заместительная терапия Это прежде всего адекватное объёме инфузии Колица гипоксии и мии Профилактика и лечение пореза кишечника Антисекреторная терапия С путём назначения актриотита, садостатина Профилактика гастодинальных геморрористских осложнений С путём подключения лечения ажиллокатора и гигиометров протонной помпы Также обязательно надо включать нутриционную поддержку Антибактериальную терапию Комбинацию препаратов антибактериальных Использование этого эксокарпа антиротификации В виде пазмофореза, гемодиализа Колица нарушения гемостаза Под контролем каллограммы Комплекс консерктивной терапии При средней степени тяжести данная патология включает Это функциональный покой в виде голода и холода на живот Введение спазмолитиков, атропина, неонаркотических аналогетиков Внутривенное капельное введение из натонического раствора глюкозы Натрия хлорида, солевых и коллоидных растворов Из расчёта 40 мл на килограмм массы тела Струйное введение холодного филоскорствора Для 2 литра на заинтестинальный зонд С последующей постановкой очистительной гипертонической клизмы Антибактериальная терапия Цифалоспорин 34 генерации Плюс производный тиндозола и торхинолонов Сантостатин или актеротет Из расчёта 100 мкг 3 раза в день подкожно Ажиоблокаторы, ингибетропротоновой помпой и фрасиппорин Обычной дозировкой 1,3,0,4 2 раза в день Под контролем данных коллоидной рамы Показанием к интеграционным вмешательствам на стадии стерильного панкреатита Является развитие филоментативно-перитонита При этом можно выполнить лапроскопию и санацию древней брюшной полости Наличие компактного синдрома с прогрессирующим повышением внутреннего большого давления При этом можно выполнить фастертомию и лапростомию Наличие глубокого поперечного некроза железы Жизнеспособной паренехомой железы При этом веноскопическом установке Можно выполнить веноскопическую установку назво-панкреатического дренажа И формирование и прогрессирование объема жидкостного содержимого Особенно при наличии условий для формирования внутреннего панкреатического свеча И выполняются функции дренирования жидкостного содержимого На схеме представлено ультразвукового дневнического наблюдения за пациентом Которым выполнена непосредственно функция подконтрольного музея Жидкостного объема жидкостного образования В динамике мы видим уменьшение размеров данного образования жидкостного И положительные динамики касательно активности альфа-амилаза На стадии представлена компьютерная томограмма Пациент, который выполнен веноскопическом дренировании главного панкреатического протока В стадии инфицирования данной патологии в основном показано хирургическое лечение Цель операции при данной патологии подразумевает полноценную некрасивкостную экстремию Для эвакуации гнойных жидкостных скоплений И адекватно сформация дневнирования брюшной полости малого сальника за брюшную пространство На стадии указан этап некросикреатомии на фоне панкреакроза На стадии указаны области ретопанкреатоперитонального пространства, донируемые различными способами Первый указан на мурсостома, то есть таким образом мы гранированы паромектическим мезокологом Второй это люмоостома, таким образом мы можем дренировать парниофральное мезокол И третье, это ретро перитоныс 175sg痲 По Kaz rép povesne области используется при дренировании ретопанкреатопространства Ретропранклической пространстве На схеме представлено формирование аменто-бурсостомии ретро-перитерной остомии Также можно использовать способ сквозного дранирования стальника в сумке На схеме указана установка дрянажа в малый стальник То есть активно пассивны дранированные стальнику сумки при остром дезертивном панкреатите Один конец трубки рыхлотомпонированным шариком пропитанным спиртом и раствором меда Таким образом, дрянаж ведется активно в процессе лечения Неоднократно промывается сальная кусок при этом с омыванием дезертитной массы На слайде представлена компетентомограмма пациента, которым выполнена лапаротомия, санация сальной колесомки и изображено в пространство Через бурсу или бастому Продолжение следует... Продолжение следует...